привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня я хочу разобрать одну парадоксальную задачу о которой мне напомнил на днях андрей аглаев который сейчас учится в 11 классе 2 школы в москве и делает исследовательскую работу связанную с парадоксальным поведением обруча к ободу которого прикреплен массивный грузик ну и мы парадокс сформулируем следующим образом пусть такой обруч стоит на столе и груз находится в его верхней точке и пусть обруч катается по столу без проскальзывания тогда мы подталкиваем грузик легонечко чтобы вывести обруч из состояния неустойчивого равновесия он катится и через пол оборота груз оказывается в нижней точке а теперь посмотрите с одной стороны груз обладал некоторой потенциальной энергией мж аж и она перешла в соответствующую кинетическую энергию м в квадрат пополам стало быть у груза сейчас имеется некоторая скорость а с другой стороны груз находится в нижней точке обруча а это нижняя точка является мгновенным центром вращения и скорость этой точки равна нулю ну и стало быть скорость есть и скорости нет как же разрешить это противоречие разрешение этого парадокса предложил свое время английский математик джон литл вуд и рассуждал он при этом так пусть обруч катится по столу без проскальзывания тогда грузик на его ободе будет двигаться по циклоиде и я могу обеспечить такое движение грузика с помощью циклоидальной горки и временно убрать обруч с картинки ну грузик должен соскальзывать не катится именно соскальзывать с этой горки без трения и понятно что на какой-то высоте грузик возьмет и оторвется от горки несложное теоретическое рассуждение показывает что это произойдет когда грузик опустится ровно на половину высоты горки то есть на радиус а теперь вернем обруч на картинку его радиус будет расположен как раз горизонтально и спросим себя что означает отрыв грузика от горки для обруча означает что грузик перестал давить на горку азна это значит что обруч перестал давить на стол ну и это означает что контакт между обручем и столом разорвался ну и по мнению летел буду дальше продолжается вот что грузик падает по параболе а обруч вращается отрываясь от стола на некоторые пусть незначительное но тем не менее конечное расстояние как и чтобы проверить это утверждение литл вуда я сделал вот такую модель вырезал круг из пеноплекса обтянул его резиной для улучшения сцепления со столом и присоединил к нему массивный медный груз ну а теперь посмотрим как эта штука себя ведет если ее спустить из вот такого положения движение очень своеобразное но сдается мне что никакого подпрыгивания даже на несколько миллиметров не произошло но оно и понятно ведь все таки эта конструкция отличается от теоретической модели в нескольких аспектах во первых у самого круга здесь тоже есть масса 40 граммов по сравнению с с двумя стами граммами медного груза во вторых этот сам медный груз он находится не в точности на периферии но на некотором расстоянии от нее ну и чтобы уточнить это рассмотрение мы сейчас перейдем к более идеализированной модели в программе живая физика в этом опыте груз в 100 тысяч раз тяжелее обруча коэффициент трения между обручем и столом равен единице а груз посажен прямо на обод и сделан взаимно проницаемым со столом обруч пришел в движение и как мы не повышали точность счета мы так и не увидели чтобы он хоть раз приподнялся над столом зато мы увидели явное проскальзывание хотя коэффициент трения был достаточно большим и похоже что действительное разрешение парадокса обруча состоит не в том что он отрывается от стола но в том что обеспечить полное сцепление между обручем и столом в таком опыте не возможно давайте-ка мы посмотрим на это движение в скоростной съемки отпускаем обруч и вот оно первое скольжение обруч останавливается возвращается назад второе проскальзывание опять назад и видно что проскальзывание здесь более чем хватает а теперь то же самое в живой физике причем на графике здесь изображается горизонтальная скорость груза радиус груза развернулся на 90 градусов и характер движения тут же явно сменился это началось проскальзывание когда груз прошел нижнюю точку он попытался остановиться но после этого движение с проскальзыванием возобновилась уже с меньшей скоростью и что же получается что наш диск который я все время называю обручем не взлетает над столом нет все таки взлетает но для этого его надо не просто отпускать а с некоторой силой подтолкнуть и теперь мы глядим на ускоренную съемку и видим что обруч чуть-чуть взлетел над столом после запуска повторим это видео еще раз вот горизонтальная линия стола а вот условная горка по которой прокатился обруч своем полете стало быть крокодилы все-таки летают очень низко и все это мне напомнило турнир юных физиков 2014 года на котором наша команда получила в шлюзбери серебряные медали а наш юнга никита грушевский решая задачу про такой диск придумал обмотать его по периметру светодиодная лента и посмотреть на траектории отдельных светодиодиков и вот диск пущенный молодой сильной рукой приподнялся над столом даже выше чем моем запуске но посмотрим на всю фотографию целиком и мы увидим что после приземления диск взмыл почти вертикально вверх и нам конечно надо повторить этот опыт от чего же диск с грузом на ободе ведет себя таким образом ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе